Привет, друзья! Смотрите, как у нас тут мало. Хотя время уже где-то начало 10-го. И солнышко. Мы с Алиской вернулись, но я заболела теперь. Алиска выстарела, я заболела. То есть у меня заложен нос и болит горло. Так что я долго не смогу с вами болтать. Сегодня хочу показать вам, как у меня взошли астры. Если помните, это было примерно месяц назад. Ну, где-то в это воскресенье будет ровно месяц назад. Я сеяла астры. Ссылку на видео я оставлю где-нибудь в уголке или под видео в инфобоксе. Значит, давайте посмотрим. Вот они у меня здесь на подоконнике стоят. Значит, вот такое вот. Значит, помните, я подписывала Dark Blue и вот здесь вот новый замок. Если помните прошлое видео, какие семена всплыли, а какие нет. И в каком количестве. На самом деле взошло все совершенно по-другому. К чему я вообще удивлена, потому что эта техника замачивания семян в органцовке меня никогда не подводила. Вот, собственно, взошли у нас только синие цвета. Новый замок. Если помните, я еще показывала вам упаковки. Dark Blue синие. Вот, довольно густо. Дальше у нас идут, значит, голубой с белой серединкой и фиолетовая башня. Ну, сами видите, да. Вот. Потом в этот же день. А. И сейчас вам покажу. Вот, значит. Каримсон вообще не зашел. Игольчатая смесь. Тоже совершенно. Это уже месяц стоит на батарее. Значит, дальше. Страусовое пюро. Тоже, как видите, совершенно все пусто. Это Classic White. Тоже пустая. Вот. И также в этот день я сажала или на следующий день просто цветы. Значит, у меня была вербена и сальвия. Как вы видите, вербена тут три коротышки. Ну, не три, сколько. Еще вот тут по серединке виднеется. На самом деле было больше, а они половина подзагнулись уже. Вот. И, собственно, сальвия вообще ни одна не зашла. Вот. Значит, эта земля будет на повторное использование. Что хочу сказать. То есть, вы видите, как зашли астры и другие цветы. Это прошел месяц. Ну, астрами я вполне довольна. Где-то, наверное, через недельку-две, когда уже вот видно, у них появляются вторые листочки. Когда более-менее появятся вторые листочки, я подцеплю землю еще в эти ящички. Вот. Вот. Вербена, не знаю. Может быть, два-три кустика выживут. Вот. Да. Досеивать какие-то еще астры уже нет времени. Если будет возможность, то будет покупаться отдельно рассада. Уже, ну, у кого-то из бабулек на рынке. Вот. Так что вот так вот. И сейчас вам еще покажу, как у меня перцы взошли. Перцы, если вы помните, мы с вами только замачивали. Привет, друзья. Тут извиняюсь заранее за шум, если будет на фоне. Это котейки. Они тут разносят квартиру, поэтому будет шум. Вон один нюхает меня. Что ты нюхаешь? Так вот, перейдем к перцам. Значит, здесь у меня, честно сказать, не помню. Короче, у меня в какой-то из кошелок половина томаты, половина перца. Вот только не помню в какой. По-моему, они одинаковые. Возможно, что вот эти вот. Вот эта часть где-то вот до значка. У меня здесь все подписано, просто сейчас не хочу смотреть. Вот эта, наверное, отсюда и в ту сторону томаты. А здесь уже перцы, да, скорее всего, потому что немножко они листиками отличаются. Извините, соплю. Что ты мне за пятку кусаешь? А ты глупый котенок. Так, короче, тут будет сливать весело. В общем, у меня иногда кашель появляется. Вы меня извините. И нос заложен, и иногда течет при этом. Так что тоже соперить буду. Ну, уж так вышло. Все-таки я соскучилась. И хочется уже появиться в кадре. Ну, или хоть как-то за кадром, но появиться. Потому что немножко соскучилась. В общем, перейдем. Значит, смотрите, мы с вами замачивали пятцы вместе. Они мочились у меня где-то в течение, наверное, двух недель. В итоге ростки появились только где-то на трех семечках. Помидоры я замачивала неделю. Слышите шум? Это маленькие сатанисты. Слава Богу, одного забрали. И где-то, наверное, неделю через две еще одного заберут. Останутся три мальчика и одна девчонка хулиганистая. Так, так что, если вам нужны котята, обращайтесь. Совершенно бесплатно. Так, на чем я остановилась? Значит, помидоры я вымачивала неделю. За неделю у меня появились ростки практически на всех семенах. Значит, как вы видите, вот до вот этой белой штучки, это у меня томаты. И томаты в каждой ячейке было по одному семечку. Как вы видите, в принципе, все довольно неплохо зашли. Но, хочу сказать, что, скорее всего, вот эти вот мелкие, которые практически не видны, там вот мелкие листочки и понизженные листочки, скорее всего, они сдохнут. Это в порядке вещей, это нормально. Вот. Те, которые уже крупные, то есть они будут у меня пересаживаться, скорее всего, сегодня-завтра, сегодня-завтра в отдельный стакан высокий. Помидоры любят глубокую заделку, потому что они всегда вытягиваются, абсолютно всегда. И даже когда мы с вами их уже в землю посадим, я вам покажу, что нужно оторвать, как бы отломить нижние листочки, два-три, и углубить еще в землю. Как я делаю, я вам покажу, то есть я сажаю в землю и сверху еще бутылку одеваю и в бутылку тоже досыпаю в землю. Потому что помидоры, они любят глубокую заделку и любят, когда им практически на всю длину ствола поступают питательные вещества. Вот. А, собственно, все остальное это перцы. Если помните, по-моему, у меня здесь, так, раз, два, три, четыре сорта, по-моему, или пять. А, нет, четыре, все правильно, четыре сорта. Ну и вы видите, как они зашли. То есть, в принципе, несмотря на то, что семена не дали проростков, то зашли они довольно-таки хорошо. Вот. И, ну, кое-кде есть пропуски, а кое-кде вообще довольно густо. Ну, так же говорю, что есть вот такие вот маленькие экземпляры, которые, скорее всего, загнутся. А большие их уже надо пересаживать. И, кстати говоря, вот точно не помню, но помидоры любят пересадку. То есть, любят, когда их много раз пересаживают из одной емкости в другую. А вот перцы я не уверена. То есть, я их пересажу в более крупные горшочки сегодня или завтра. И это будет единственная пересадка. Вот. Помидоры, может быть, даже еще раз буду пересаживать. Вот. И еще хотел вам показать, тоже я уже без вашего участия этим занималась, хотела снять отдельное видео, но как-то, вот видите, Алиска заболела, я заболела. Про стратификацию. Ну, давайте, может быть, общими словами, то есть, что такое стратификация. Стратификация – это вымораживание семян при низких температурах. Дерутся. Вот. В общем, это как бы… Есть некоторые семена, например, вот аквилейки, дельфиниум, примула, еще какие-то есть. Но вот из таких распространенных только это вспомнила, потому что они у меня как раз сеялись. Вот тут есть нюансы, я вам сейчас расскажу. Так. Хотела чихнуть, не получилось. Так. В общем, что такое стратификация? Стратификация для некоторых семян, она как бы стимулирует их к прорастанию, к действию. То есть, некоторые семена нужно предварительно заморозить для того, чтобы они пошли в рост. И что я тут хочу сказать. Впервые в жизни… То есть, обычно я делаю по-другому. Впервые в жизни я проводила стратификацию в холодильнике. И у меня ничего не зашло. В принципе, я не сомневалась в этом. То есть… Сейчас покажу, потом объясню. Значит, я сожжала аквилегию. А дельфиниум я сначала… У меня где-то здесь вот два дельфиниума. Я сначала семена выдержала неделю просто в пакетиках в холодильнике. Потом их посеяла по инструкции, как сзади написано. И поставила еще на неделю. Вот, собственно, вы видите, что здесь нифига нету. Никаких зеленых росточков. Здесь вообще земля зацвела и… То есть, выброшенные деньги. И также сеялась аквилегия экзотических цветов. Тоже я очень расстроена. Надо было, наверное, половину сеять, а половину сажать по моему методу. Вот, аквилегию я села в землю и сразу выдерживала в земле в холодильнике. То есть, вы видите, что здесь из четырех сортов ни один не взошел вообще. То есть, все эти коробки – это все пустые коробки. Ничего не взошло вообще. Вот, собственно, в этом и было мое сомнение. То есть, стоит ли именно таким образом проводить стратификацию. Ну вот, я как бы рискнула и потеряла шесть сортов цветов. Так, вот у меня примула. Я ее не сеяла. Мне стало жалко. Потому что примула – один из моих любимых цветов. Вот, и примула я всегда сажаю под зиму. Вот, то есть, выбираю грядку где-то в конце августа, начале сентября, до середины сентября. Выбирайте грядку, подготавливайте землю. Сеять можно с середины сентября до середины октября. В принципе, ой, извиняюсь, сеять можно до первых заморозков. То есть, как только земля замерзла и она твердая, как бы уже вот вы копать ее не можете, тут уже сеять не очень. Ну, это по моим наблюдениям. Я уже, по-моему, в каком-то видео упоминала, что у меня область Владимирская. Поэтому вот в данном регионе, по моим наблюдениям, сеять лучше именно в этот период времени. Дурдом. Так, и что еще хотела сказать? Когда посеете, то сейте редком, рассыпаете просто семена. Зателываете на глубину, ну, около 5 сантиметров. И сверху это все промораживается снегом. То есть, всю зиму они морозятся. И весной прекрасно всходят. У меня есть обильные схоби. Я, по-моему, показывала в одном из влогов дачных. Примула с такими розовыми цветочками. Когда я вам еще говорила, что она не похожа на Примулу. Необычная. Вот. И, в общем-то, я вот эту буду сеять точно так же в этом году, в сентябре. Вот. О чем я жалею, что, собственно, Аквилегию и Дельфиниум я погубила этой дурацкой стратификацией в холодильнике. Хотя, в принципе, могла бы просто посеять под зиму, и все бы, в принципе, зашло у меня сто процентов, потому что это уже проверено. Вот. Вообще, в это платье я расстроилась, и вы видите, что произошло. Вот. Надеюсь, что было здесь скучно, и мой кашель и сопилки на заднем плане не сильно отвлекали. Вот. И в ближайшее время, ну как в ближайшее время, будут появляться видео, которые я снимала, пока была в мини-отпуске от Ютуба, пока Алиска болела. Были кое-какие походы и влоги. Все вам покажу, будут выходить эти видео. Ну, в кадре я, наверное, не появлюсь пока, поскольку у меня болит горло, и это очень напряжно. Вот. Так что, подписывайтесь, если вы досмотрели до конца, и вам было интересно. Пардон. Подписывайтесь, если вы досмотрели до конца, и вам было интересно. Ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии. И до новых встреч, до новых видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok